Ну что ж, всем привет, друзья! У нас рубрика «Исповедь маски». С того момента, как я снял последний кадр, который вы смотрели, где мы, собственно говоря, тусили и так далее, и так далее, произошло достаточно много различных событий. Как минимум, одно из этих событий – это то, что момент последнего кадра и вот этот момент отделяют всего лишь на всего неделю. То есть, ваш покорный слуга Юрий, получается, загулял на неделю. Он быхал, тусил, занимался всякой хуйнёй. Нет, там были достаточно прикольные моменты, которые вновь меняют мою жизнь и направляют её в несколько другое русло, мне кажется. Но, секунду, извините, мне это очень немножко подзаебало. Потому что, мне кажется, это уже, на самом деле, превращается в некоторую проблему. Что превращается в некоторую проблему? А я скажу, что это вот то, что я разъебанный сижу весь просто в хлам, с простудой на носу, с посаженным иммунитетом, просто с больной какой-то головой. Но, на самом деле, алкоголь – это проблема. Не каждый в силах признать это. Но мне не то, что нужно признавать, мне нужно просто посмотреть на календарь и понять, что я неделю прозанимался, ну, понятно, какой-то хуйнёй, непонятно какой, да. Время пролетает в трубу, дела все вылетают в трубу. И мне кажется, что на тот момент что-то менять. Знаете, я про себя это проговаривал уже много-много раз. То есть, я обращал внимание на то, что есть какая-то, да, ситуация какая-то неклёвая. Потому что парень-то загульный, я имею в виду, я про себя сейчас разговариваю. У меня, знаете, какая проблема? Я не могу, допустим, выпить с ребятами, да, допустим, потусоваться полденёчка и пойти домой. Нет, дядя Юра зато загуляет на, там, на несколько дней. И на самом деле ничего прикольного в этом нет. В смысле, я не плачу, у меня просто нос заложенный. Потому что капли закончились, я сегодня очень плохо спал, потому что не смог пшикнуть. И я сейчас решил оттуда свою проблему немножечко, так сказать, озвучить. Потому что надо с этим что-то делать. Возможно, с вашей помощью у меня что-то да получится. Я не говорю, что я сейчас зарекаюсь полностью и перестаю пить алкоголь, да, гулять, потому что, ну, это практически невозможно. Жидкое золото, тем более. Но, блин, а иначе как это делать вообще? Короче, я не знаю. Подскажите, ребята, что делать вашему покорному услуге? Уехать в монастырь, блин? Откреститься от своих друзей? Довести новых друзей? Или что мне? На дачу уезжать? Что вот вам как странно вообще кажется? Всё ли у меня в порядке или не всё в порядке? Но я чувствую, что есть определённая проблема, которую надо каким-то образом решать. Вот я сижу, пью чаёчек с букельбродиком. Я не знаю. Залебал одно и тоже. Хочется чего-то интересного, чего-то нового. По поводу последней встречи с девушкой, которая состоялась. Собственно говоря, ничего, можно сказать, не состоялось. Она как приехала, так и уехала. Мы совершенно разные люди. Человек как бы ещё как бы и девочке. Это просто там микроскопическое количество лет. Как сказать и по возрасту, и по её состоянию, её, так сказать, ума. Я не говорю, что она плохая, но мы видеться с ней мы больше не будем. Ну, посвятилась влоге лет. Это же, тем не менее, влоги – это моя летопись в моей жизни. Девушка приезжала ко мне в гости. Но как приехала, так и уехала. За этой неделю произошло много всего интересного, ребят. Много всего интересного. О чём я, к сожалению, не могу рассказать. И вряд ли когда-нибудь смогу. Но, возможно, когда-то вы узнаете. Вам остаётся только догадываться. А сейчас я желаю себе каких-то изменений. Я вот сейчас добью этот чай и пойду в спортзал. И покажу вам, как я занимаюсь. И заниматься я начну этим спортом намного чаще. Сегодня, блядь, пятница, между прочим. То есть я пришёл в себя только в пятницу. Это вообще как? Ёб твою мать, Юра. И сегодня опять день рождения, на который меня зовут друзья. И я понял, в чём моя проблема. Я очень беспокоюсь за всех. Как же я не приду тудаточки? Как же я не приду на тот день рождения? Как же я не посещу сюда? Как же будут без меня мои друзья? А на самом деле, друзей у меня много, а Юра один. А Юра один. И, бляха-муха, так можно просто, блядь, старчаться. Извиняюсь за выражение. Я настроен на то, чтобы поменять немного свою жизнь. И это не значит, что влоги будут сильно другие. У нас будут поездки по городам. У нас будет всё. Но просто мне нужно как-то, блядь, как-то что-то с собой сделать. Как же мне это сделать, блядь? Я лягу в клинику Курбат. Не знаю, какой-нибудь. Ладно, ребята, извините, это был крик души. Это был крик души. У меня должно было кому-то выговориться. Вы мои котятки. Спасибо за понимание. Если есть какие-то мысли на зачет, пишите. Но ваш Юрка заблудился, мне кажется, немного. Вот так вот. Заблудившему себе парню нужен проводник. Может быть, кто-то из вас поможет флажочком или каким-нибудь фонариком. Я увижу этот свет и выйду из этого поганого туннеля. Безвыходного. Все, я вас люблю, целую. Погнали. Ну что ж, друзья, начнем приводить себя в порядок. Воу, воу. Что за клоун Юрий, скажете вы, да? Но пора, наверное, раскрыть карты. Я думаю, что все же сто тысячи раз догадывались, что я тонирую свои усы и бороду. Потому что если бы я этого не делал, они были бы слишком светлого цвета. Поэтому, друзья, я на всю сторону заявляю, что я это делаю. И, собственно говоря, всем остальным советую, кто является такими же светлячками, как и я. Потому что это вполне нормальная тема. И я вам так скажу, что очень-очень многие мужики делают это в салонах. Просто сами они не умеют, а я умею делать это сам. И если вам интересно, как нужно делать, в каких пропорциях, какой цвет, то пишите в комментариях, что вам это интересно, мои котяточки. Так сказать, надоело ходить и втайне все скрывать. Вот, я брови тонирую, потому что они у меня светлые. Брови у меня вообще пиздец белого цвета. А нусы и борода, они прекрасного, приятного такого русо-рыжего цвета. На самом деле, мне эту тему посоветовала еще довольно-годавно Лиза. Рекорды я так и делаю. Поэтому иногда в каких-то влогах вы можете наблюдать меня слегка более темным, а в других слегка более светлым. Я, ребят, вообще много что с внешностью делаю. И на самом деле, могу поделиться с вами, а могу не делиться. Вот, если вы хотите, чтобы я поделился, чтобы вы были такими же лоснящимися и красивыми, как и я, то, опять же таки, напишите в комментариях. Ну, собственно, могу вас просить, не просить. Я сам увижу по вашей реакции. Вот. Вот такие дела, ребят. Не стесняемся себя. Заебала, заебала. Все, все покровы сброшены, так сказать. Только правду говорим. Вот. Пора браться за себя. Заебала. Вот я сейчас привожу себя в порядок. Нужно самосовершенствоваться. Долой, нахуй, это пьянство. Долой всю эту, блядь, остальную мишуру под названием Дракс. Только саморазвитие. Вот такое у меня сейчас настроение. Главное, чтобы запал не прошел. Ну что ж, друзья. Вот так вот выглядит ваш похорный слуга после того, как он более-менее привел себя в порядок. Сразу настроение стало чуть-чуть получше. Однако, конечно же, я еще, ну сколько там, часик прошел всего лишь. Мне придется еще пару дней провести, так сказать, с легким послевкусием безумной тусовки и кутежа. Но, тем не менее, нужно как-то выбираться из этого дерьмеца. Вставать на путь истинный. Вот так вот я выгляжу. По поводу бровей и усов, если вы сравните с кадрами, которые я снял до того, как я, собственно, их покрысил, то увидите, что я стал немножечко темнее и ярче. Вот так оно выглядит. Ну что ж, ребята, гоу, заниматься спортом, париться в банке. Ну и, в общем-то, приводите себя в порядок. По полной программе. Что у нас там за окошком? Середина, там солнышко, там хорошо. Все, погнали. Не прошло и недели, как ваш покорный слуга наконец-то выбрался и начинает ездить по делам, делишкам. Ну куда ты, еб-то, прешь, блядь? Фу, это как-то даже немножко тяжеловато, скажу я вам. Знаете, так взять и полностью окунулся в какое-то развлекательное дерьмо. Из него брать и засовывать себя обратно в нормальную жизненную рабочую струю. Но это нужно делать обязательно, потому что иначе как бы вообще нахуй-то нужно все. Хочется изменений, хочется трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Но мы поговорим об этом с вами через неделю. И если я буду говорить точно так же, или там через две недели, да, ну вот тогда изменения действительно можно будет сказать, что они наступили. А так пока это просто мой гундеж вообще, да, понимаете о чем я? Ну что ж, на спорт, на спорт! Итак, малыши, я же с вами максимально честно так говорю, поэтому я, соответственно, показываю вам всю свою жизнь. Вот у меня отходнички хорошие. Но поскольку я уже, так сказать, старожил и дядька опытный, я знаю, как из этих ситуаций выходить с наименьшим вредом для здоровья. И хочу с вами поделиться тоже. Это абсолютно не реклама, потому что было бы слишком много товарных брендов, которые бы мне должны были платить. Вот если вы загуляли, и после гуляночки выходите, и вам очень тяжело, или вообще в процессе гуляния вы боитесь, ну вообще сердце свое нужно беречь, герри, блядь, голову свою нужно беречь. Что важно выкрепить после того, как мы гуляем? И во время того, как мы гуляем. Первое, значит, смотрим. Мельдоний. Все мы помним эту штуку, из-за которой наша сборная олимпийская угорела капитально, потому что все они принимают мельдоний. Это, потому что этот препарат, он вообще абсолютно безвреден, и он очень укрепляет сердце. Можете записывать, ребят, потому что это реально полезная штука. В один прекрасный день вы от похмелья не сдохнете, останетесь живы. Первое, мельдоний. Лимонтар. Вот эта штука, ну это лимонная кислота, янтарная кислота. Это улучшает течение роста развития плода, улучшает умство. Ну, в общем, это типа ноотроп. Эта штука нужна для головы. После того, как у нас, знаете, мы потусили, у нас очень мутная башка, сосуды были укреплены, вот этот препарат очень хороший, лимонтар. Такую штуку обязательно пропишет тот, кто, допустим, привезет вам капельницу и будет ставить. Да, это чисто для меня, потому что у меня на носу и в носу простуду скачало. Та же хрень, но это чисто у кого простуда, это не касается тусовок никаких. Миксидол. Для улучшения работы сосудов головного мозга. Тоже после и при похмелье, во время тусовок принимайте эту хрень. Магний B6. Вот эта штука, магний, вообще много минералов очень сильные, вымывается у нас из крови и вообще из нашего организма, пока мы кутим, да. Вот эта штука очень сильно хорошо восстанавливает и успокаивает, на самом деле. Будете пить, станьте спокойными. Собственно говоря, все. А, блядь, забыл. Забыл, забыл важную вещь, сейчас пойду куплю ее. Важная штука для восстановления нашей печени, нужно беречь ее, это гептрал. И как мне сказал один врач, гептрал еще и влияет, знаете, на что? На состояние депрессии. То есть, если у вас депрессия, и вы будете пить гептрал, то она пройдет. Вот так вот. Ладно, не благодарите, котята, но эта штука действительно очень важна. И, возможно, она спасет нашу жизнь. Не ровен час, многие, когда выпивают, того чекарайка. Вроде бы все, пойду пошел с гептралом. Та-дам! Я сходил, докупил гептрал, он оказался совсем-таки недешевым. Три упаковки, мне обошлись, что-то в районе 4 тысяч рублей. Курс таблеток месяц. Одна упаковка, 20 таблеток, ее хватает на 10 дней. Ну, соответственно, вот он весь курс. Ну, котята, здоровечка, это важнее. Вот. И совсем забыл, знаете, что самое? Ну, не то, что самое, конечно, важное. Это, я буду сейчас говорить не о пользе какой-то конкретной, да? А о каком-то воздействии. То есть, вот если мы кутим, если мы покутили очень сильно, да? И вдруг случается так, что мы лежим, блядь, ну, такое бывает. И как сердце начинает биться. Сейчас многие, конечно, покрутят пальцем у виска. Но это все хуйня, потому что мне, в принципе, плевать на это. Я лучше с вами поделюсь тем, что может спасти чью-то жизнь. То есть, всегда имейте под рукой, блядь, мы не бабушки, конечно, но всегда имейте под рукой волокардин. Это лекарство, этот препарат, вот, ничто другое так не снимет всю напряженность и не погасит сердечный ритм, как волокардин. Кто понял, тот поймет, да? Кто любит там не только выпить, а что-нибудь еще веселенькое, да? Вот эта штука, она действительно, она всегда должна быть под рукой. Потому что, мало ли что, бывает какую-нибудь, не дай бог, хрень какую-нибудь сожрете, как сердце захерачит у вас, да? И только волокардин, а можете, знаете, вызовите скорую, а скорая будет ехать час. А если капельницу вызовете, она будет точно ехать час. Звали, знаем. Вот волокардинчик, бахните 40 капель. Все, через 5 минут вы будете как огурчики. После этого, конечно, не нужно бухать, ничего делать, надо спать ложиться. Вот. Все, я поделился с вами самой ценной информацией. Кто-то пусть похихикает, а кто-то запишет и будет жив да здоров. Большой член всем. Немножечко кардио после тяжелых выходных. Легкая разминка. И мы возвращаемся в строй живых людей. Можем переходить на тренажерчики. Легкая разминка, это замечательно. Итак, друзья, после 10-минутной заминочки моя тренировка прошла к концу. Мои, я не скажу, что духовные силы восстановлены, но, тем не менее, я уже на верном пути. Один микрошажок в эту огромную гору, так сказать, сделан. Вот. И сейчас нужно пойти попариться в сауне, чтобы окончательно закрепить результат. Потом, а потом, а потом, будет, возможно, просмотр кино. Возможно, еще кое-что, встреча кое с кем. Чем я вам не скажу. Фух. Здесь, конечно, под этих загулов. Так тяжело позаниматься. В глазах все рябит. Но это нужно. Это полезно, ребят. Как бы то, что я вам рассказывал, вот эти вот препараты называл, которые нужны для восстановления, для поддержания здоровья, чтобы не крякнуть. Еще обязательным условием является спорт на бытнях, вот. И спорт не просто качалка, а обязательно, чтобы кардионагрузка присутствовала. Иначе это будет только во вред. Вот. Так что, если качаетесь, обязательно вы должны выбирать день. Два раза в неделю вы должны делать кардионагрузку минимум по полчаса. Велосипед. Велосипед – это офигенная тема. Вот. Рекомендую.